Девять бойцовских автомобилей родом из Челябинской области показали для жителей Шумихи настоящие автородео. Смертельные гонки, опасные трюки, разбитые машины и фатальные прыжки в воскресный день удовольствия получили все любители экстремального отдыха. Шоу открыл парад, в котором приняли участие все спортсмены. И даже пятилетний сын руководителя Челябинского клуба Экстрим сел за руль специально переделанного автомобиля АК. Солнечная погода первых майских дней сыграла не на руку зрителям. Первый заезд поднял ужасную пыль, в которой терялись автомобили. Но на помощь пришли пожарные, полили поле и гонки стали более зрелищными. В третьем заезде челябинцы показали, какими должны быть настоящие гонки на выживание. А зрителям стало окончательно ясно, что ничуть не проиграли, придя в выходной день на городскую окраину. А многие пришли на праздник целыми семьями. Мне, честно, понравилось перевороты, адреналины у них. Вот эта машина, которая переворачивалась. Посмотреть такого не было еще ни разу. Я тоже спортом увлекаюсь, не только автоспортом. А что ты увлекаешься? Смотрим хоккей, футбол. Посмотреть автошоу собрались не только шумихинцы. Сначала было неинтересно, а вот сейчас началось все интересно. Не шоу, а спорт. Это для любителей. Между заездами зрителям не приходилось скучать. В праздничной программе выступали певцы, а специальный кадетский отряд показал настоящий бой с применением оружия и без него. Организаторами выступила администрация города Шумихи и депутаты городской думы. День победы – это великий день. Ну и хотелось бы отметить его особенно. Ветераны уходят, ветеранов остается мало. Хочется, чтобы население наше праздник этот продолжало праздновало. Это оставался праздником для людей. 9 мая – это символ мужества, чести, достоинства. Ну и, соответственно, такой вид спорта. Очень такой экстремальный, смелый. Руководитель клуба Александр Плотников уверен, что это только первое их выступление на зауральской земле. Александр – чемпион Дальнего Востока по мотокроссу, но решил развивать экстремальный вид спорта. Клуб существует четвертый год. Пользуется популярностью у всех подростков, как из благополучных семей, так и оставшихся без родителей. Одним из номеров стало выступление отца и дочери. Несмотря на то, что один из трюков не получился, семейный дуэт собрал шквал оваций. Но героем гонок стал руководитель клуба. Его автомобиль перевернулся на трассе 4 раза и каждый раз продолжал движение. Машины без документов все утилизированные. То есть вот пацанята сами ковыряются, сами красят двигателя, они уже знают. Мы занимаемся 4 года. Были случаи, что прищемил палец, поцарапался. Вот Наталья сейчас 2 синяка получила. То есть, ну, в принципе, все. Делаем, конечно, безопасность прежде всего. Это никак иначе. Если клуб пригласят в областной центр, экстремалы готовы показать настоящие гонки на выживание. Александр Мироненко, Василий Малухин, Александр Менчиков, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру.